История из первых уст Иван Вагнер провел на орбите 195 суток, став самым молодым космонавтом в истории МКС. Рассказывает, большую часть рабочего дня занимает проведение опытов и экспериментов, а в свободное время удается заниматься фотосъемкой. Сам герой встречи сделал немало кадров из космоса, некоторыми из них делится с ребятами. Мне эта встреча очень понравилась, потому что не каждый день можно встретить человека, который, грубо говоря, побывал за гранью нашего мира, к которому мы привыкли. То есть чужая среда, другие условия. Но не только школьники задают вопросы Ивану Вагнеру. Сам космонавт тоже подготовил для ребят интересные задачи. В частности, найти утечку на борту космической станции с помощью подручных средств. Ребята молодцы. Им понравились вопросы такие, хорошие технические вопросы. И ответы, которые они на наши вопросы подготовили, тоже были очень хорошими на самом деле. Я также, будучи студентом, пообщался с космонавтами нашего вуза, выпускниками. Он загорелся и пошел дальше по этой траектории. Поэтому наверняка кто-то из ребят будет гореть этим и пойдет в аэрокосмическую отрасль. Встречи с космонавтами проходят в рамках программы «Мой наставник-космонавт» при поддержке Музея космонавтики и Госкорпорации «Роскосмос». Всего в рамках цикла встреч «Мой наставник-космонавт» мы провели шесть встреч, обучающихся инженерных, космических, авиастроительных классов с космонавтами СССР и России. Эти встречи получились очень содержательными, интересными. Но самое главное, что ребята уходили после этих встреч с горящими глазами. Такие мероприятия позволяют школьникам сориентироваться в выборе профессионального пути и вдохновиться на новые свершения, уверены организаторы. Не исключено, что кто-то из этих учеников предпрофессиональных классов в обозримом будущем займется конструированием ракет или отправится покорять космические просторы.